Заметки электрика Поэтому показания не передавались на первый барабан счетного механизма Но сегодня я хотел бы рассказать вам про очень схожую ситуацию Только с точностью до наоборот В общем на фидере нет нагрузки Фидер отключен, ток равен нулю Но при этом диск трехфазного индукционного счетчика В данном случае ИТ Диск у него вращается Диск крутится Плавно, помаленечку Но вращается Вот по красной метке На вращающемся диске Более отчетливо виден самоход В любом случае, если напряжение на счетчике находится в пределах От 80% до 110% от номинального А ток в цепи равен нулю Но при этом диск счетчика делает более чем один оборот То такое явление называется самоходом При таких условиях самоход должен отсутствовать Что и сказано в паспорте на трехфазные индукционные счетчики Таким образом Проверить самоход индукционного счетчика достаточно просто Отключить всю нагрузку То есть, чтобы ток в цепи был равен нулю Но при этом оставить счетчик под напряжением И поднаблюдать за вращением диска Данное явление также можно отнести и к электронным счетчикам По определенной формуле Ее можно посмотреть в паспорте Рассчитывается время до начала первого импульса светодиодных индикаторов Которые подключаются к испытательным выходам счетчика Затем полученное значение времени сравнивают с рассчитанным значением времени по формуле И делают заключение Если первый импульс прошел раньше времени, чем было рассчитано по формуле То это считается самоходом Некоторые производители в своих руководствах или паспортах Уже размещают готовые таблицы с рекомендуемым временем для определенных типов счетчика Что несколько облегчает анализ явления самохода Определить самоход у электронных счетчиков Да и не только самоход, но и погрешность их измерений Можно путем установки контрольного заранее исправного и поверенного счетчика К этому же присоединению Ну то есть себя Вот например имеется у вас дачный дом Приезжаете вы туда только по выходным После выходных отключаете все отходящие групповые автоматы И спокойно себе уезжаете А кто-то даже вообще ничего не отключает Просто выдергивает все электроприборы из розеток Вернувшись, обнаруживаете, что без вашего присутствия Счетчик намотал лишний киловатт часы Хотя никого в доме не было, все приборы были выключены из сети Если нет левых сторонних подключений Из-за вашего отсутствия действительно никого не было в доме То можно смело делать вывод о том, что у вашего счетчика имеется самоход Итак, что же делать, если вы обнаружили самоход При обнаружении самохода у счетчика его необходимо заменить Так как это приводит к повышенным показаниям И соответственно к необоснованным финансовым затратам Ну вот, например, даже 25 оборотов диска у данного счетчика Это уже 1 киловатт час То есть пока я снимал видео, данный счетчик Ну примерно за минут 15-20, пока я здесь нахожусь на подстанции Данный счетчик уже сделал около 3 оборотов То есть за сутки это может выйти приличное количество неучтенной, вернее, лишней электроэнергии За которую вам придется заплатить В принципе, явление самохода можно устранить самостоятельно у индукционного счетчика Но в любом случае вам после ремонта и вскрытия пломбы После вскрытия заводской пломбы придется производить ему поверку И не факт, что данный счетчик, например, снятый счетчик Пройдет у вас после ремонта поверку Поэтому при возникновении самохода я просто-напросто предлагаю Производить замену счетчика, то есть старого счетчика, вышедшего из строя на новый Потому что стоимость поверки и стоимость нового прибора учетов практически соизмерима Далее процедура стандартная Уведомляете энергосети, что планируете производить замену электросчетчика Возможно на срыв пломбы приедет инспектор, возможно что и нет В каждом конкретном случае и регионе бывает по-разному Производите замену счетчика И снова приглашаете инспектора для проверки схемы и опломбирования прибора учета Все это удовольствие, естественно, ложится исключительно на ваш счет На этом все, вот такое небольшое видео Так сказать, из раздела будни электрика Кому понравилось видео, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем спасибо за внимание С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok